В Ленинском городском округе в дни выборов работали 72 избирательных участка. Кроме того, по территории муниципалитета курсировал 21 автобус для голосования в удаленных поселениях. Все было сделано для того, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов могли как можно больше жителей округа. Конечно, самое важное сегодня понимание, насколько это важно сегодня всем не остаться в стороне и обязательно отдать свой голос. Не только будущей страны, мне кажется, но и будущее всего мира решается сегодня в России. В этом году избиратели имели возможность проголосовать не только очно, но и дистанционно с помощью электронного голосования. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров оценил удобство такого подхода к выборному процессу. У нас с женой сегодня возможности разошлись, она не смогла приехать со мной на участок, поэтому прям с самого утра где-то в 8.30 проголосовала электронно. Я приехал сегодня на избирательный участок и, соответственно, проголосовал здесь. Работу участковых комиссий контролировали руководство муниципалитета и представители депутатского корпуса. Посмотреть за ходом голосования, помимо депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова, приехал Владимир Жук, депутат Думы Подмосковной. Все проходит спокойно, в штатном режиме. Замечаний ни у наблюдателей, ни у членов комиссии нет. Поговорили с избирателями, все в позитивном ключе, праздничное настроение. В этом году выборы совпали с одним из любимых российских праздников – масленицей, что, безусловно, позитивно повлияло и на настроение избирателей, и на особую атмосферу на участках. У нас везде проходят масленичные мероприятия, что тоже, скажем так, сказывается положительно. Люди успевают с детьми погулять на праздниках и свою гражданскую позицию выполнить, свой гражданский долг. По информации, которую опубликовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале, за действующего президента Российской Федерации Владимира Путина в Московской области проголосовали более 86% избирателей. Свой вклад в эту цифру внесли и жители Ленинского округа. Я, конечно, голосую за действующего президента, я это не прячу, и за будущие страны. Я в нем уверена, и вся моя семья будет то же самое делать. Следующие выборы в этом году пройдут 8 сентября. В единый день голосования жителям Ленинского городского округа предстоит выбрать состав Совета депутатов к муниципалитетам.